Не быстрее, чем на 3 метра в секунду и с обязательной страховкой. Так проходит тренировочное десантирование спасателей. Сегодня норматив выполняют 18 человек. Все уже опытные бойцы. Спуски начинаются с 10 метров. Видите, вертолет уже завис. Потом будет 20, 30 и 40 с высадкой на лес. Каждый, мол, спасавец выполнит по 7 упражнений. Сразу после первого задания вновь укладка спусковых устройств. Дмитрий Каштанов бухтует, то есть складывает канат, чтобы не запутался. Особо говорить нет времени, но спасатель поясняет. Правильная упаковка влияет не только на скорость, но и на качество выполнения задания. И делится эмоциями. Все классно, прикольно. Пока одна бригада заканчивает спуск, вторая готовится к десанту. Сергей Плотников проверяет подвесную систему. Она подгоняется под каждого индивидуально. Это килограммы. Видите, тут написано 60 килограмм. Первый ролик продеваешь и на выход. И все. Это твой вес, при котором ты спускаешься. И вот уже в вертолете спасатель готов к спуску. Ежегодная тренировка проводится в преддверии пожароопасного сезона. До него больше месяца. Есть время отработать все нюансы. В прошлом году раза три, наверное, на моей памяти, мы спускали людей, чтобы они подготовили площадку для того, чтобы сел вертолет. Когда пожар горел непосредственно в районе речки, реально негде сесть. Сегодня каждый боец справился с заданием. Десантирование прошло успешно. А уже с 10 мая спасатели заступят на усиленное патрулирование тундры и леса. Дежурства будут вести круглосуточно. Вера Дронзикова, Александр Ёлтышев. Время и мало. Салихард.